Мы нашей большой телевизионной семьёй продолжаем работу на площади 400-летия Тюмени. И прямо здесь, сейчас в самом разгаре, фестиваль МОЗ Дружбы Народы Большой Семьи УЯФ и АЧБЕ. Надеюсь, правильно произнесла. Именно так народ Чуваши приветствует друг друга в празднике. Посмотрите, какие красивые, нарядные стоят и нас уже, конечно же, ожидают. Александр Германов нас здесь ждёт, член Ассоциации. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с праздником. Надеюсь, у вас хорошее настроение сегодня. Да, с праздником. Отлично. Потрясающие костюмы, невозможно оторвать взгляд. Расскажите, пожалуйста, про национальные головные уборы. Что они обозначают? Переходим даже к первому костюму. Это у нас идёт тухья, головной убор девушки, которая ещё не вышла замуж. Это идёт хушпу, девушка, которая уже вышла замуж. Вы сами делали, наверное, ваши мастерицы? Да, да, да. Это наши девушки всё шили. Очень много монет. Что они обозначают? Просто для красоты или тоже какой-то символизм есть? Нет, несколько задач. Первая. Помимо того, что это несёт украшения для красоты, вторая. Это идёт защита, потому что наши девушки это были амазонки, которые бились с рогами, когда их мужья воевали, когда они шли с детьми по лесу. И третья задача – это именно монеты, которые можно продать и на них существовать. А, то есть это настоящие монеты? Слушайте, неплохая идея, может быть, можно использовать в жизни. Национальный костюм составлял около 30 килограмм у девушки. Если даже её мужа убили, то она без денег не оставалась. 30 килограммов. Просто представляете, насколько на самом деле тяжело было? Наверное, какая сила духа была у ваших женщин? Мышный корсет был у девушки. Спортсменки? Такой вес носить, да. Очень много узоров на ваших костюмах. Скажите, пожалуйста, ну вот, я насколько знаю, они все что-то обозначают. Вот мы переходим к мужскому костюму. Что, например, обозначает, ну вот, допустим, вот этот символ? Начнём с того, что вообще это головной, ой, головной, это идёт у нас одежда шубар мужской. Вот этот у нас идёт символ именно крепкость семьи, потому что для Чуваши это идёт самая важная ценность, именно семьи. У нас даже на нашем логотипе есть именно древо жизни. Давайте покажем герб Чуваши, посмотрите, как он выглядит. Именно вот этот символ обозначает древо жизни. Ну и вообще, насколько я знаю, что по костюму, по узорам можно было понять вообще всю родословную человека. Из какой он семьи, чем он занимается, какой видом деятельности. Пожалуйста, приходите на фестиваль МОЗ «Дружба народа большой семьи» и смотрите сами, как много здесь всего интересного, здоровского и красивого.